Обычно говорят хрупкий как стекло. Хрустальный. На первый взгляд про этот город так не скажешь. А ведь называется он Гусь-Хрустальный. Давай вместе раскроем его секреты. Как же город связан с хрусталем? И при чем здесь гусь? Дело в том, что это старейший центр стекольной промышленности России. Все началось в 1756 году возле местной речки. Она как раз и называлась Гусь. Купец Аким Васильевич Мальцов основал здесь новую стекольную фабрику. Старую в подмосковном Можайске ему пришлось закрыть. Там запретили вырубать леса. Получается, здесь условия для производства стекла были лучше. Да. В этих местах Мальцов нашел и лес, и залежи песка, а еще огнеупорную глину. Интересно. Так и появилось здесь стекольное производство? Точно. При заводе основали поселок, и тогда он назывался Гусь-Мальцовский. Дело Акима Мальцова продолжили его родственники. Очень многое удалось сделать в 19 веке Ивану Сергеевичу Мальцову и его племяннику Юрию Степановичу Нечаеву Мальцову. В результате в Мещерских землях появилась целая сеть хрустальных заводов. Здесь еще и очень живописно. Знаешь, я прочитала, что озеро в центре города – это водохранилище. Его создали еще в середине 19 века для нужд производства. Ты права. Получилось, что водохранилище разделило город на две части. В южной – самый старый. Находились производства – рабочая больница, аптека, училище, церковь Иакима и Анны, торговые ряды. Наверное, в торговых рядах жизнь всегда била ключом. Кто приходил за покупками? Рабочие и их родные. Раньше ряды назывались «магазинный дом галантерейных мануфактур и съестных припасов». Кстати, я заметила, что в городе много домов из красного кирпича. Они тоже с того времени сохранились? Да, у города есть свое лицо. Интересно, что Мальцовы строили для своих рабочих и их семей кирпичные дома. Это так называемые «мальцовские домики». В начале 20 века их насчитывалось более 400. А что это за красивая церковь? Это храм-часовня святой Варвары. Она появилась в конце 19 века на месте деревянной часовни. А почему часовню так назвали? По преданию, в 18 веке недалеко от фабрики в лесу у ручья явилась икона святой великомученицы Варвары. В ее честь и построили деревянную часовню. «Я слышала, что святая Варвара охраняет людей от смерти. Считается защитницей всех, чья профессия связана с огненной стихией, в том числе производителей стекла и хрусталя». Верно. Икона была главной святыней часовни. В конце 19 века деревянную постройку заменили каменной. В восточной части есть родник, где по преданию и появилась икона. Вот это история. На долю храма выпало немало испытаний. Возрождаться храм стал в начале 90-х. Силами прихожан восстановили настенную живопись, купола, иконостас, алтарь. А первой иконой, которая появилась здесь, вновь стала икона великомученицы Варвары. Кстати, пруд около часовни подпитывается из того самого родника. Здесь так спокойно, очень вдохновляющее место. А современные церкви и мемориалы тоже хорошо дополняют образ города. Вот, кстати, церковь Александра Невского и Даниила Московского. Она появилась недавно как часть мемориального комплекса. А рядом православная гимназия имени Сергия Радонежского. Она была основана в начале 20 века проправнуком Акима Мальцова. А вот один из символов города – Георгиевский собор. В нем находится музей хрусталя имени Мальцовых. В сквере перед собором двухметровый бронзовый памятник. Таким Акима Мальцова увидел Владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Это собирательный образ. Считается, что точных изображений Мальцова не сохранилось. Представляешь, Георгиевский собор спроектировал в конце 19 века один из выдающихся русских архитекторов Леонтий Бенуа. Кстати, сам Бенуа отмечал, что Георгиевский собор – одно из лучших его произведений. Его строили на средства владельца хрустального завода Юрия Нечаева-Мальцова. Само здание собора и правда необычное, в русском стиле. На фасаде можно увидеть интересные декоративные элементы. Да, тут и красивые наличники, есть несколько высоких крытых крылец со столбами в узорах, резные входы и израстцы на стенах. Здание смотрится очень нарядно. Замечательная архитектура. Правда, на собор он совсем не похож. Это потому, что в 20-е годы, как и многие храмы в стране, Георгиевский собор очень пострадал. У него снесли купол, верхний ярус и колокольню. Только спустя много лет удалось частично восстановить его прежнюю красоту. Внутри он тоже необычный. Взгляни на эти колонны из черного лабрадорита. Ух ты, какая огромная картина! Да, это гордость собора. Само полотно 7 на 7 метров. Так изобразил страшный суд знаменитый художник Виктор Васнецов. А алтарную часть украшает великолепная мозаика. Она называется «А тебе радуется». Благодатная. Известный петербургский мастер Владимир Фролов выполнил ее по эскизу Васнецова. А под мозаикой композиция гимн стеклу. Ее создали к открытию музея хрусталя. Она выполнена в гутной технике. Сколько же в музеях хрусталя? Да, только представь, здесь собрана одна из крупнейших в России коллекций художественного стекла. Музей хрусталя – филиал Владимира Суздальского музея-заповедника. Это изделие из стекла и хрусталя Гусевского хрустального завода. От его основания до современности. В музее столько прекрасного! Это точно! Самые старинные предметы здесь – конца 18 века, когда впервые на заводе было освоено массовое производство стекла. В начале 19 века мастера работали по примеру англичан, но создавали собственные рисунки. Придумали и фирменную алмазную грань. В середине 19 века появился двухцветный хрусталь. Сложные технологии. А вот этот букет был создан мастером Разумеем Васильевым. Для своей больной дочери и, по легенде, она выздоровела от этой красоты. А в конце 19 века в моду вошло цветное стекло. Мастера добавляли в сплав разные металлы. К примеру, кобальт давал синий цвет. Уран – желтый и зеленый. Тогда еще не знали, что уран опасен для здоровья. Многие мастера болели и погибали. А вот еще одна гордость коллекции музея. Вазы выполнены в технике галле. Мастера вытравливают узоры кислотой по многослойному стеклу. Каждая ваза – настоящее произведение искусства. Создавать одну такую могли до двух месяцев. Это очень сложно. Заметила, что в музее много работ советского периода. В 20-е годы узоры и формы простые и четкие. А потом появляются даже тематические работы. Хрустальные изделия, как учебники истории, отражали все исторические события. Первые пятилетки, юбилеи революции, портреты вождей и деятелей культуры. Да, произведение искусства, как свидетельство истории. А на подиуме в центре зала – работы выдающихся гусевских художников 20 века. Евгения Рогова, Владимира Муратова, Владимира Корнеева, Вячеслава Зайцева, Ольги Кословой, Адольфа Курилова, Владимира Касаткина. Адольфа Курилова, Владимира Касаткина. Видишь, среди гостей музея много школьников. Да, музей ведет большую работу с учениками школы Гусь-Хрустального. Проводят тематические встречи, игры, посвященные разным экспонатам, истории города и завода. Вообще-то я бы хотела посмотреть, как создаются изделия из хрусталя. Тогда нам на Гусевской хрустальный завод имени Аким Мальцова. Сейчас работает один цех. Здесь и рождается красота. Создают ее настоящие мастера. Как же делается хрусталь? Рабочая смена начинается с 6 утра. К 9 уже готова стеклянная масса для выдувания. У печей очень жарко. Температура в печи достигает 1500 градусов. Выдувальщик стекла использует длинную стеклодувную трубку с грушей на конце, набирает из котла на кончик трубки шарик расплавленного стекла и выдувает из него пузырь. Похоже на выдувание мыльного пузыря, только это не так-то просто. Еще бы! Затем расплавленному стеклу мастер придает нужную форму. Существуют и специальные чугунные формы под конкретные изделия. Шар из стекла постоянно вращается. Говорят еще, что стеклодув нянчит изделие, чтобы шар не искривился под тяжестью. Стекло постоянно подогревается в процессе работы в маленькой печке кукушки. Потом происходит обжиг в больших печах. Так делают крафины, стаканы, вазы, рюмки. Это просто магия! Это точно! Выдувальщики стекла, мастера высокого класса, могут выполнить любую задумку художника. Вся красота проходит через их руки. А давай и мы с тобой немножко побудем стеклодувами. Просто чудо! Никогда бы не подумала, что для этого нужно столько труда, ловкости и аккуратности. Смотри, получается! После происходит обрезка изделий. Срезать нужно ту часть, которая крепилась к стеклодувной трубке. А где же наносят грани на вазы и другие изделия? Гранение – это отдельное искусство. Алмазчики наносят сначала самые крупные и широкие линии, потом мелкие. После огранки изделия полируют. Это очень тяжелая, вредная, но ювелирная работа. Сколько же труда вложено в одно изделие! Кстати, на заводе есть даже художественная лаборатория. Ряд работ заводских художников отмечен международными наградами и премиями. А знаешь, еще в мальцовские времена на заводе была камера образцов для сохранения лучших изделий и обучения на них новых мастеров. Эта традиция продолжается и сегодня. В этом заводском музее уникальная коллекция старинного и современного гусевского стекла и хрусталя. Сколько фантазии, изящества, красок и света! Нам пора двигаться дальше. Кстати, для тех, кто хочет больше узнать об истории города, есть гусь-хрустальный историко-художественный музей. Одна из экспозиций посвящена символу города – гусю. Другая – Мещорскому краю. Есть в выставочном зале и сменные экспозиции. Думаю, приходить сюда всегда интересно. А сейчас покажу тебе в гусь-хрустальном районе очень неожиданное и интересное место – музей Солженицына в Мизиновской средней школе. Дело в том, что на Владимирской земле русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, жил некоторое время. После многих лет лагерей Александр Солженицын оказался в деревне Мильцево, гусь-хрустального района. Знаю, он работал учителем математики и физики в Мизиновской школе в 56-57 учебном году. В Мильцево писатель снимал угол у местной жительницы Матрёны Захаровой. Её история описана в знаменитом рассказе «Матрёнин двор». Сейчас в школе-музей – первый в России, посвящённый Солженицыну. Экскурсоводами часто выступают сами школьники. Кстати, писатель снова побывал в школе в 94-м году, провел урок для старшеклассников. В музее сохранились личные вещи писателя. Например, фотоаппарат «Зоркий», ведь Солженицын много фотографировал. Здесь же – учебник по физике с его пометками. Карточки с задачками, журналы, книги, сам издат. На многих изданиях сохранились автографы самого Солженицына. Смотри, это настоящий ткацкий станок, так что в музее можно изучить и быт русского села. Станок, кстати, работает. Попробую-ка я, а? А знаешь, что это за домик на территории школы? Так это как раз воссозданная изба Матрёны Захаровой из рассказа «Матрёнин двор». Дом был восстановлен по воспоминаниям местных жителей и фотографиям самого Солженицына. Экспонаты в избе настоящие. Школьники по всему селу собирали вещи 50-х, 60-х годов для музея. Есть и настоящие вещи из дома Матрёны. Тусклое зеркало, ходики, шаль, икона Николая Угодника. Кстати, Гусь-Хрустальный район – это и прекрасная природа национального парка Мещера. Да, а на территории этого парка в посёлке Тасинский сделали уникальный краеведческий комплекс. Интересно тут будет и детям, и взрослым. Зайдём в русскую избу. Здесь узнаем, как жили местные крестьяне почти 200 лет назад. Где ещё в наши времена увидишь настоящую прялку, веретено и ткацкий станок. Смотри, а это местный любимец чернобурый лис Кузьма. А вот просто живая героиня русских сказок – медведица Марья Потаповна. Кстати, она очень любит полакомиться сгущёнкой и апельсинами. Мы с тобой как будто перенеслись на машине времени. А хочешь оказаться в типичном русском городе 10-14 веков? Это миниатюрное древнерусское поселение. Любопытно, что и как строили в средние века. От древнего поселения ведёт сказочная экологическая тропа. На ней мы встретим героев русских сказок и былин – Бабу-Ягу, Машу и Медведя, Иван-Царевича и Серого Волга. Побываешь здесь и поверишь, что в этих местах промышлял соловей-разбойник. В дремучих лесах водились лешие, а водяные и русалки плескались в озёрах и реках. Хотелось бы сохранить это ощущение сказки и единения с природой. Но надо возвращаться из прошлого в настоящее. Завершим наш день гусь-крустальным на другом берегу водохранилища. Ну чем не морское побережье? На таком пляже я бы с удовольствием позагорала. Как же здесь красиво и очень романтично. А ещё спортивно. Вот такое гусь-крустальный. Неожиданный, традиционный и современный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова